Друзья, привет всем! Пришло время сделать большую свежую подборку ноутбуков на 2020 год. Уже много всего нового произошло с моей последней подборки. Уже процессоры Intel 10-го поколения вышли, компания AMD тоже вырвалась сильно вперед. Кстати, поэтому сегодня будет много моделей именно на AMD. Ну и в целом я рассмотрю все ценовые сегменты. Уверен, что вы точно сможете себе выбрать ноутбук после просмотра этого видеоролика. Погнали! В этот раз я решил разделить ноутбуки на категории следующим образом. Первое это бюджетные от 15 до 40 тысяч рублей. Далее уже от 40 и выше это ноутбуки для работы у нас будут. Третья категория это компактные, они же ультрабуки. Игровые ноутбуки где-то от 50 тысяч. Ну и последняя, пятая категория это макбуки. Еще сразу сделаю одну оговорку, то что большинство моделей ноутбуков, которые я подобрал в этом видео, они будут с установленной операционной системой Windows. Ну потому что этот ролик смотрят в основном новички. Если вы продвинутый пользователь, то лучше, конечно же, посмотреть аналогичные конфигурации без Windows. Тогда сможете сэкономить где-то 5-7 тысяч рублей. Первая категория это у нас с вами бюджетные или же офисные школьные ноутбуки, как угодно их можно называть, стоимостью примерно до 35-40 тысяч рублей. В целом они предназначены, конечно же, для работы с документами, с интернетом, но в принципе можно и какие-то другие задачки на них тоже выполнять. Может быть смонтировать ролик или даже поиграть в игры на низких настройках. Самым дешевым ноутбуком сегодняшней подборки будет Lenovo IdeaPad L34015 на Celeron 4205U. В целом этот ноутбук пригоден к работе с документами и с интернетом, во многом благодаря тому, что здесь SSD диск стоит на 128 гигабайт. В интернет-магазинах можно найти такой аппарат всего за 19 тысяч рублей, но если вы можете самостоятельно установить Windows, то вообще примерно за 15. Следующая модель у нас немного помощнее, HP 15 уже на Pentium 4417U. Здесь уже обратите внимание на то, что идет SSD диск на 256 гигабайт, дефицита не будет с местом. Но все же в идеале, если средства позволяют, лучше не покупать ноутбуки ни на Celeron, ни на Pentium, лучше сразу взять ноутбук на процессоре AMD Ryzen 3 3200U. Этот процессор лучший в ценовой категории до 30 тысяч рублей, на таком ноутбуке можно уже не только с документами поработать, но даже и в игры поиграть, видосик смонтировать. В общем, такой универсальный аппарат получается. Вот, например, ноутбук HP 14, он, кстати, еще интересен тем, что на редкость здесь в бюджетном сегменте идет IPS-матрица. Следующий вариант Acer Spire 3 в конфигурации на Ryzen 3 3200U, является наиболее производительным за свои деньги. Обратите внимание на то, что здесь уже идет 8 гигабайт оперативной памяти, действительно мощное железо. Диагональ экрана здесь уже классическая, 15,6 дюймов, также на этом ноутбуке довольно хороший звук. В общем, аппарат за 35 тысяч отличный. Ну и еще есть вот такой вариант от Asus, M509DA. Это такой более элегантный все-таки ноутбук. Здесь, кстати, идет IPS-матрица, в отличие от Acer. Также Ryzen 3 3200U, 8 гигабайт оперативки, SSD-шник на 128 гигов, идет за 38 тысяч. Желательно, конечно, найти конфигурацию на 256 гигабайт. Она стоит в районе 40. Ребят, по вашим многочисленным просьбам, ссылки на все ноутбуки, вот в этих конкретных конфигурациях, про которые я говорю, я разместил в описании под этим роликом. Переходите, и там вы можете также посмотреть магазины, где их можно купить по таким ценам. Следующая, ребят, большая категория, это ноутбуки для работы, стоимостью примерно от 40 тысяч рублей и выше. Здесь уже более мощные процессоры, стоят Ryzen 5, Ryzen 7, Core i5, Core i7. Также я здесь подобрал модели с качественными IPS-экранами, так что ваши глаза скажут спасибо, ну и, в принципе, это хорошо для работы с графикой. Вообще, при наличии финансовой возможности, я бы рекомендовал начинать свой выбор именно вот с этой категории ноутбуков, а предыдущую лучше не брать вообще, но если, конечно, есть деньги. Первые два ноутбука в этой подборке будут Lenovo IdeaPad S34015 на AMD Ryzen 5 3500U примерно 47 тысяч рублей стоит, и HP Pavilion 15 примерно за 50 тысяч рублей на процессоре AMD Ryzen 7 3700U. Эти два ноутбука очень мощные и шустрые при доступной цене, особенно говорить, если про вторую модель HP. Прекрасно справятся с многозадачностью, но все же я бы их отнес больше к офисным, поскольку здесь отсутствует серьезная дискретная видеокарта. Хотя, в принципе, и встроенный Radeon Vega будет большинству пользователей достаточно. Дальше пойдут уже ноутбуки с хорошей видеокартой, фактически игровые, но с акцентом на процессор. Такие ноутбуки подойдут уже тем, кто работает с видеомонтажом, графикой, анимацией, 3D-моделированием, проектированием и так далее. Первая модель это MSI GF63 на Intel Core i5-9300H и с видеокартой GTX 1050Ti. Это отличная, сравнительно не очень дорогая конфигурация именно для работы. Следующий вариант уже более предпочтительный, это ноутбук Lenovo IdeaPad L34015 Gaming. Он идет тоже на Core i5-9300H, но видеокарта уже GTX 1650. К тому же обратите внимание на то, что здесь 16 гигабайт оперативки, большой накопитель 256 плюс терабайт жесткий диск. Ну и также я бы отметил то, что у этого ноутбука такой более строгий рабочий дизайн. Следующий ноутбук Acer Nitro 5 на процессоре уже Intel Core i7-9750H. Оперативная память также 16 гигабайт и видеокарта GTX 1650. Стоит он всего 81 тысячу рублей, хорошая цена. Ноутбук отлично подойдет для видеомонтажа, для различных там вычислительных, расчетных задач, там для программирования и так далее. В общем, где важен мощный процессор. Более дорогой вариант Acer Predator Helios 300, также на Intel Core i7-9750H, 16 гигов оперативы, но видеокарточка уже GeForce GTX 1660. Это как раз-таки тот вариант, когда вы хотите на ноутбуке не только работать, но еще и поиграть в игры. Следующие три ноутбука идут в классическом неигровом дизайне. Они такие более тонкие и компактные, подойдут тем, кому не особо важна мощная графика, но важен процессор, а также удобство в ношении с собой. Программисты, инженеры, архитекторы, дизайнеры, ну и так далее, и так далее, и так далее. MSI Modern 15, свежая модификация на Intel Core i7-10510U. Фактически этот ноутбук является самым компактным и легким из 15,6 дюймовых моделей. Весит всего 1,6 кг. Это идеальный ноутбук для творческих людей, кто там ищет, например, для фотошопа, для Corel. Действительно мощное железо в компактном корпусе, при этом еще и неплохая автономность в районе 7-9 часов. Но, правда, за ультратонкий корпус приходится платить достаточно низкой прочностью. Как и у всей линейки MSI Modern, здесь можно достаточно легко погнуть крышку, например. Пользоваться таким ноутбуком нужно достаточно аккуратно. Более предпочтительный, такой более прочный, надежный вариант это Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6. Он, в принципе, тоже идет в алюминиевом корпусе, как и MSI, но здесь он такой более цельный, более прочный. Внешне скопирован с MacBook Pro 15. Ну, то есть, это такой более дорогой внешний ноутбук, плюс здесь более качественная IPS-матрица. Ну, и у кого денег прям совсем много, вы можете взять вот такую вот флагманскую модель, Dell XPS 15, Core i7-9750H, видеокарта GeForce GTX 1650. Здесь очень качественный IPS-экран, причем с разрешением 4К, обратите на это внимание. Отлично подойдет, в общем-то, для фотографов, дизайнеров, да, в общем-то, всем, кто работает с графикой, и в целом, у кого есть деньги большие. Но, в принципе, переплачивать за этот ноутбук особой необходимости нет. У него есть и минус, то, что он достаточно сильно греется, корпус все-таки тонкий. Поэтому внимательно изучите перед покупкой. Категория номер 3, ребят, это у нас компактные ноутбуки, или же ультрабуки. Вот у меня у самого такой, Mi Notebook Air, я им на постоянке пользуюсь, мне он лично нравится. Такие ноутбуки удобны именно тем, что они достаточно мощные, и их можно брать с собой, работать практически в любом месте. Но, конечно же, для игр они не подходят, потому что здесь не очень система охлаждения, троттлинг, ну и достаточно слабая видеокарта. Хотя для рабочих задач ее, в принципе, хватает. Наиболее бюджетный ультрабук, ребят, это модель HP Pavilion 13 с процессором Intel Core i3-8145U. Несмотря на относительно низкую цену, аппарат показывает себя достаточно шустро в работе. Следующий вариант, который я могу порекомендовать, это Honor Magic Book на процессоре AMD Ryzen 5 3500U. Huawei выкатила действительно достаточно хороший аппарат с 8 гигабайтами оперативки, 256 гигов SSD, стоит он при этом 45 тысяч рублей всего. Алюминиевый корпус на манер MacBook Pro. В общем, все как положено. Далее идет мой любимый аппарат Xiaomi Mi Notebook Air. В принципе, не обязательно брать самую свежую, можно и с 2017-2018 года, я думаю, взять. Они стоят подешевле, у меня у самого модель с 2017 года. Изменений там, в принципе, практически нет никаких. Из минусов я бы, наверное, отметил только то, что батарея маловато, все-таки держит в районе 5 часов. Ну и мне бы лично хотелось возможность расширения оперативной памяти до 16 гигов, ну или хотя бы такую конфигурацию в продаже, уже готовую, потому что мне 8 гигов становится для работы маловато. А так, в целом, за 2 года использования нареканий у меня вообще никаких нет. Далее идет у нас Asus ZenBook 13. Есть модификации с 13-14 дюймовыми экранами. Asus уже, в общем, который год делает достаточно хорошие тоже ультрабуки, хоть и не дешевые. Стоит аппарат в районе 75 тысяч рублей на процессоре Core i5-8 265U. Mi Notebook Air за эти деньги можно и на i7 уже, в принципе, взять. Но здесь у Asus есть такая довольно интересная фишка. Это экран, дисплей, встроенный в тачпад, называется ScreenPad. И там можно параллельно выводить приложение, там YouTube посмотреть, например, когда работаете. В общем, довольно интересная и полезная фишка. Для тех, кто хочет помощнее, есть вот такой вот вариант Lenovo IdeaPad S54013 на процессоре Intel Core i7 10-го поколения. 16 гигабайт оперативной памяти, тоже важный такой момент, 512 гигабайт SSD. Ну и видеокарточка GeForce MX250. Стоит уже под сотню. Ну и последний ноутбук, опять же, будет флагманский Dell XPS 13. Это по аналогии с XPS 15, только эта модель уже покомпактнее, ну и не с такой продвинутой графикой. Напомню, ребят, что ссылочки на все ноутбуки в текущих конфигурациях я оставлю в описании под этим видеороликом. Переходите. Добрались мы с вами до четвертой категории. Это игровые ноутбуки. Основное отличие от рабочих будет заключаться в том, что здесь уже не нужен супермощный процессор, а здесь важно именно соблюдать баланс между процессором и видеокартой. Ну и само собой, видеокарта должна быть мощнее, чем на ноутбуке для работы. Ну и важно также хорошее охлаждение. Наиболее бюджетным игровым ноутбуком на сегодня является Asus TUV Gaming F505, вот такой вот конфигурации AMD Ryzen 5 3550H, видеокарточка AMD Radeon RX 560X. Эта видеокарта по производительности примерно между 1050 и 1050 Ti, то есть в принципе современные игры на средних настройках потянет. Правда за 55 тысяч рублей я нашел только вариант без Windows, с Windows будет уже значительно дороже. И получается не совсем выгодно, лучше взять следующий ноутбук Asus TUV Gaming F505 тоже, но в конфигурации также на Ryzen 5, но GeForce GTX 1650. Это уже более уверенная и свежая видеокарточка, она мощнее, чем 1050 Ti, позволяет поиграть уже в современные игры годов 2017-2020 на высоких настройках. Самым лучшим вариантом, ребят, на сегодняшний день по соотношению цена-качество-производительность будет связка процессора Intel Core i5-9300H и видеокарта GeForce GTX 1660 Ti. Эта видюха тянет уже все современные игры на ультра-настройках. За адекватную цену предлагает нам такой ноутбук компания MSI, правда здесь всего лишь 8 гигабайт оперативной памяти, это маловато для самых требовательных игр. Я вот нашел еще такой вариант, тоже примерно за 80 тысяч рублей, но уже как раз таки с 16 гигабайтами оперативки HP OMEN 15. Ну или в принципе можете сами подыскать похожие модели на Core i5-9300H и GTX 1660 Ti. Далее, ребят, у нас уже идут ноутбуки с поддержкой RTX графики, что это такое я разбирал в отдельном видеоролике, где делал обзор на ноутбук Asus ROG Zephyrus S. Это трассировка лучей, более реалистичный свет, ну и в целом более реалистичная графика в современных играх. Значит, здесь входным билетом в эту всю историю является видеокарта GeForce RTX 2060. Как я уже говорил, в таких мощных ноутбуках важно не только само железо, но еще и хорошее охлаждение. В принципе, многие производители сейчас предлагают ноутбуки на RTX видеокартах, но, как показала практика, наиболее удачное охлаждение стоит на ноутбуках Lenovo Legion. В данном случае предлагаю конфигурацию на RTX 2060 Lenovo Legion Y54015. Стоит она в районе 107 тысяч рублей, без Windows, правда, можно, я думаю, с Windows поискать конфигурацию. Видеокарта 2060 на сегодня вполне достаточно. Лучше, конечно, немного подкопить и взять все-таки себе конфигурацию на RTX 2070, если вы хотите, чтобы у вас был какой-то запас на будущее. Вот это будет на сегодня прям самый-самый лучший вариант для гейминга в разрешении Full HD. Есть также Lenovo Legion Y74017 с видеокарточкой RTX 2080, это уже флагман на сегодняшний день, но, по сути дела, для Full HD эта видеокарта избыточна. На ней уже можно играть с разрешением 4К, правда, абсолютное большинство ноутбуков идет все равно с Full HD экраном, придется, наверное, внешний монитор подключать. Так что, кому нужен 4К гейминг, можно взять на 2080, ну или большой запас на будущее, опять же. В принципе, если вам сильно не горит, то можно подождать, уже в конце этого года должны появиться ноутбуки с видеокарточками RTX 30 серии. Последнее, ребят, пятая категория ноутбуков, это макбуки. Они хороши для тех, кто ценит удобство, высокое качество, безопасность, экосистему от Apple, при этом практически не играет в игры, ну и, само собой, не работает на постоянке в каких-то эксклюзивных программах, которые есть только под Windows. Ну и также, благодаря высокому качеству Retina дисплея, ну в тех моделях, конечно же, в которых он есть, макбук хорошо подходит для дизайна, для работы с фотографиями, с графикой, ну и так далее. С макбуками, в принципе, все достаточно просто. Самый бюджетный вариант на сегодня, который можно купить, это макбук Air 13 2017 года, стоит он примерно 60 тысяч рублей. Основная претензия к этому аппарату, то, что устаревший дисплей, там, без ретины, но все же, ребят, в целом, это достаточно неплохой макбук за свои деньги. К тому же, как правильно многие отмечают, можно посмотреть БУ-варианты, там, тысяч за 40, это вообще достаточно круто. В идеале, конечно, нужно брать новый макбук Air 2019 года, уже с ретиной, стоит он в районе 90 тысяч рублей. Более чем отличный вариант для повседневного использования, по большей части, конечно, это офисные задачи, интернет, развлечения, там, работа в дороге. Хотя вот для дороги больше даже подойдет такой вариант. Макбук 12 дюймов 2018 года, тоже примерно 90, стоит несколько устаревший аппарат, но зато очень компактный. 12 дюймов весит меньше 1 килограмма, со счетов я бы его не стал списывать. Да, и, кстати, ребят, советую вам брать макбук минимум с памятью 256 гигабайт, 128 не берите, будет быстро забиваться. Идем дальше. Те, кто собирается работать на макбуке, там, я не знаю, программировать, там, монтировать видео, Ну, в общем, какие-то задачи такого рабочего плана выполнять, конечно же, стоит обратить внимание на прошку 13 дюймовую с тачбаром 2019 года, стоит 120 тысяч рублей примерно. Ну, и, кстати говоря, буквально сейчас на днях, пока делал ролик, вышла уже свежая модель 13 дюймовая 2020 года, там, с новой клавиатурой, процессор Intel 10 поколения, лучше обратить внимание на нее. Ну, и, собственно говоря, те, кто прям собирается серьезно, прям работать, работать, да, там, делать видеомонтаж какой-то сложный, опять же, программировать на высшем уровне, лучше рассматривать самые заряженные, конечно же, модели, макбук про 15, которая стоит примерно 170 тысяч рублей, это предыдущее поколение, и актуальная макбук про 16, уже в районе 220 тысяч будет стоить. Опять же, повторюсь, что отлично подойдет для дизайнеров, да, для фотографов, потому что очень крутой дисплей. Ну, и основное отличие вот этих вот прошек 15-16 здесь от макбука про 13 состоит в том, что здесь есть неплохая дискретная графика. Вот такая вот получилась подборка, друзья, уверен, что вы смогли себе подобрать модель по вкусу. Мы, конечно же, не все охватили, мы рассмотрели только популярные категории, я не включал сюда всякие хромбуки, различные трансформеры, поскольку они не так уж и популярны. Также профессиональные рабочие станции, типа там Dell Precision, там с квадровидеокартами, я тоже не брал, потому что очень дорогие и специфичные они, под узкие конкретные задачи. Если вы так и не смогли подобрать себе подходящий ноутбук, то вы можете написать мне вконтакте, ссылка на мой профиль есть в описании под этим видео. Я за символическую плату могу вас проконсультировать и помочь определиться именно в вашей ситуации, подобрать варианты с конкретными магазинами, где это можно все купить. Пишите в комментариях, какой ноутбук выбрали вы на 2020 год, с вами был FutureTime, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, всем пока!